Люди стали возлагать цветы к памятнику еще накануне. Сегодня к бронзовому солдату также был поток людей, которые почтили память погибших в той ужасной войне. Некоторые люди сейчас испытывают смешанные чувства к дате 9 мая, учитывая военные события, происходящие на территории Украины. Для кого-то из пришедших этот день стал исключительно днем скорби по погибшим, кто-то его воспринимает как день победы над фашизмом, ну а кто-то призывом ни в коем случае не допустить повторения той ужасной трагедии. Для нас память наших предков, у меня деды воевали, поэтому это наш семейный праздник, вот детей тоже к этому делу объясняем, что вот почему сюда приходим 9 мая и что это значит. Лично для меня это память, почтение, традиция, которую никогда нельзя забывать. И, наверное, для меня это чувство гордости, гордости за моих предков, что они прошли, отдали свою жизнь, чтобы сегодня было все спокойно. И радости, чувство радости точно. Мы платим дань тому, что люди отдали свои жизни, освободив нас от фашизма, от нацизма. Вот, честно говоря, я первый раз пошел, наверное, со школы сюда. Прежде всего, я хочу заявить свою поддержку вот именно этой памяти, да, чтобы мы имели возможность, не только мы, не только русскоязычные, да, но и все жители Эстонии, чтобы мы имели возможность заявить о своем отношении к этому празднику. Вчера и сегодня отрезок фильтр-Т от автовокзала до улицы Вески постит закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта, автомобилей местных жителей. По словам полиции, ограничение движения связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие военное кладбище на фильтр-Т, парковались неправильно и пересекали проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации. В этом году празднование Дня Победы было несколько иным, поскольку из-за военного конфликта на территории Украины и во избежание провокации символика, которая могла бы поспособствовать разжиганию розни, была запрещена. Но, согласно данным полиции, люди пришли к солдату именно почтить память, а не устраивать какие-либо акции. В этом году очень законопослушная. То есть на состоянии 14 часов было всего зафиксировано одно правонарушение. То есть эта женщина пришла на кладбище с цветами, и гвоздики у нее были в триколоре российского флага. То есть белая, синяя, красная. Все, больше никаких других правонарушений не было. Примечательно, что не только взрослые, но также молодые люди пришли сегодня к солдату вспоминать о тем сам своих бабушек, дедушек, а также про бабушек и прадедушек, которые воевали. Для многих 9 мая был, есть и останется Днем Победы, а также той самой датой, когда вспоминают погибших в той ужасной войне. И, как всегда, в этот день возле бронзового солдата выстраивается большая очередь тех, кто возлагает к нему цветы. И среди людей очень часто звучит фраза, чтобы был мир над головой и чтобы не было войны. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.